Welcome, welcome, welcome. Последняя игра у нас на сегодня, и на этом заканчивается неделя. Завтра у нас уже будет понедельник, ну или точнее уже сегодня понедельник у многих из нас. И посмотрим, что будем делать. Может быть уже в Final Fantasy XII поиграем Let's Play. Ну а пока мы смотрим, ребят, игру равных команд, как я вам и сказал. Сегодня FlyQuest идут 2-3. Команда с LG тоже идёт 2-3, но есть маленькая разница. Разница в том, что команда CLG стартанула с 0-3, а FlyQuest как раз-таки стартанули с 2-1. И получается, что FlyQuest сейчас находится не на пике своей формы, в отличие от команды CLG, которые начали уже побеждать. И нашли где-то свою игру. Уже глубокий и гладкий понедельник, но ладно. Гладкий криминал, да. Минус Азир от Кинни, минус Талия и минус Зак. Вот такие интересные баны проделала у нас команда Counter-Logic Gaming. Я удивлён, что Зак это крана не забанили. Саммер для Stixia забирает Кагмава, но при этом оставляет Джарвана и Сиджуани открытыми. FlyQuest же сделали бан Калисты, Галлио как защитного чемпиона, чтобы Хухим не мог играть так свободно. И, конечно же, Зою, потому что это довольно простой чемпион для ферстпика, и тяжело против неё что-либо сделать дальше. FlyQuest забирает себе тут же, конечно же, Тристану против Кагмава по-хорошему и Сиджуани. То есть пока они выигрывают по вот этим банным пикам, Рейн Овер показывает нам Рингара, на котором он не играл уже 100 лет, и показывает Нуну, который в этом патче 8.2 жутко хорош. Напоминаю, что за сегодня Нуну вообще никто не банил и никто не брал. Вчера у нас был пикнут два раза Нуну, один раз выиграл, один раз проиграл. Позавчера у нас играли европейцы, ну они там пять игр сыграли, но если взять всю неделю, то есть пять плюс пять игр, то это десять, Нуну появился только в двух играх и в обеих проиграл. Вот такая вот ситуация по Европе. То есть Нуну всего три раза мы с вами увидели в патче, четыре раза, в патче 8.2, оба региона по два раза его взяли. Но сейчас можно было взять Нуну, потому что у вас уже был Кагмав, и Кагмаву можно было более танковым делать. Он мог собрать себе мерки, ну или Ninja Tapki, он мог себе собрать тот же самый Frozen Mallet, и скорость атаки ему бы добавлял Нуну в лейтгейме. Но решили так не поступать. Мне кажется, или на этом неделе винрейт у Кагмава не алё? Ну не сказал бы, я думаю, те же 50 на 50 и есть. Прямо таких не выделяется чемпионов, которых берут, а они всегда проигрывают на этой неделе у нас. Вот что меня реально задолбало уже, это видеть Гнара против Ганпланка. Такое впечатление, что никто не может найти более адекватный пик против него. Ну, блин, давайте поможем. Давайте Риутом, точнее не Риутом, а командом найти хороший пик против Ганпланка. Потому что я, честно, не могу поверить, что все так уперлись в этого Гнара, как единственного. Хотя да, хрен мы кому поможем, ребят. Ладно, беру свои слова назад, мы никому не поможем. По трендам на первом месте находится Ганпланк, причем находится на первом месте в патче 7.24, в патче 8.1, в патче 8.2 по винрейту. По популярности топ-1, по продолжительности игры, видите, 25-ая минута выигрывает часто, 25-ая, 35-ая часто выигрывает, третье место на 30-ой. И, кстати, чем позже идет игра, тем слабее он становится. Но это, опять же, наверное, та же ситуация, как и с Кагмавом. В последнее время я вообще не учитываю вот это вот после 40-ой минуты. Там рандом дикий. Там, не знаю, и Верн от Декери может затащить, потому что, ну, рандом реально опасен. Но давайте посмотрим, кто хотя бы хоть какие-то агрессии ему составляет. Из популярных чемпионов. Эрелия как была, так и есть, да? Лейнкил Прэшер, вышку быстрее ломает. Ну и винрейт у него получше будет. Ривенка, которую нам показал Канн и разгромил Ганпланка. Джейса, которого никто, кстати, не берет почему-то против Ганпланка. Но, видимо, это связано с тем, что Джейс в Лейтгеме никого не побеждает. Владимира, который сегодня не провалился. Ну, по сути, те же чемпионы, да, ребят. Кледа, которого пикал только Ликариш. Ну, тут еще Синджит, вот видите, есть примечательно. Вот Вуконг мне нравится вариант, если честно. Вуконг никак, я смотрю, не страдает на линии от этого чемпиона. А Вуконг один из монстров в Лейтгеме. И не знаю, почему его стараются вообще не брать. Если мы сейчас в тренды зайдем, а вы давайте посмотрим. По винрейту он на 16 месте, это не так плохо. По популярности это очень хорошо. И вот меня теперь интересует винрейт в Лейтгеме. Посмотрите на эту статистику, вы гляньте на это. В первые 25 минут 47 место, это по сути худший топ-лейнер. Понимаете, да? В 25-е, 30-е минуты 31 место, почти что худший топ-лейнер. И вот оно, рывок. После 30-е минуты Вуконг не проигрывает игры. И это реально факт, ребят. И честно, если бы, ну, было бы 100 в 3, и я был бы тренером одной из команд, я бы попросил своего топ-лейнера потренировать Вуконга немножко в соло-ку, на вторых хотя бы аккаунтов, чтобы никто эту тенденцию не спалил. И подобрал бы команду, сетап такой, чтобы Вуконг мог втащить. И пикнули бы Вуконга против Гампланка, и все, и удачи. Вуконг юзлесс. Ну, видимо, тебе не повезло просто с командой. А на самом деле Вуконг один из самых страшных чемпионов в игре. Он своей ультой убивает пятерых игроков за раз. Ну что ж, мне поддельцы сегодня отлично тоже зашло, особенно на TSM. Чего там, ставочники все у нас. ControlLogic Gaming, FlyQuest, со мной не делится. Стример тут старается, стример не спит ночь. А они там хвастаются миллиардами своими выигранными. А потом еще пишут, что Вуконг кусок. Мне интересно, там английские комментаторы тоже это подметили. Говорят, болельщики кричат, FlyQuest, CLG, FlyQuest. Причем такое впечатление, что это одни и те же люди кричали, просто болели за обе команды, за красивую игру. Пытались они раззадорить, так сказать, свои коллективы, чтобы они заиграли лучше. Вуконг прямолинейен, у него ничего нет. Он может зайти в драку, а выйти уже не может. Ничего себе! Вуконг может зайти в драку и не выйти. Во-первых, давай пойдем по той логике, что у Гнара та же самая схема. Вуконг точно так же заходит в битву и не выходит, как и Гнар заходит в битву и не выходит. А теперь представь, вот тот же самый сетап, который есть у команды FlyQuest, только он бы был с Вуконгом на топе. Ты думаешь, они бы проиграли эту игру? Я бы им тут уже говорил вам, ребят, ставьте деньги на них. Им бояться здесь нечего. И это реально им нечего было бы бояться. Только вот early game, если Вуконг проиграет. Серьезно, очень легко за этого чемпиона нажимать ульту, тебя никто не видит. Ты можешь под инвизом заходить туда, притащить Арианы, шарик, стяжка, ульта Вуконга, ГГВП. И, как оказалось, у него еще легкая линия против как раз-таки Ганпланка. А Ганпланк сейчас жутко популярный чемпион, но надо какую-то домашнюю заготовочку вытащить. Некоторые команды это сделали, а другие идут по-простому и просто берут Гнара. А вот некоторые команды Ривенку показали, а Ирэлю еще никто не показал. Ривенка, Клет, Джейс, вот три чемпиона, которых разных мы увидели. Причем это реально сильные команды были. Клэда показала команда Cloud9, Ривенку показала Kingzone, Джейса показали KSV-шники. Кстати, импакт ничего не показывал, импакт Нагнари сыгнал. Левел 2 ганка с подкидыванием, и, кстати, очень хороший в этот раз ганк. Почему я говорю в этот раз? Потому что уже мы не первый раз видим ганка Джарвана после красного бафа на мид. Но здесь он немножко по-другому его скоординировал. Обратите внимание, сначала забыл о красной, потом доделал рапторов и вышел. Стяжка ульт Вуконга, ульт свинины, вверх бомбы Тристаны. Да, да. И Браум еще все это дело накрывает. Не, ну... Просто никто не рискует. Боятся показать что-то новое. Сами, потому что это не тренировали. Это вот как раз по вопросу о том, мы тут вчера Доту, или это поздно, вчера уже было, Доту обсуждали и бла-бла. Я как раз говорил, что очень важно здесь, в Лиге Легенд, чтобы ты умел играть на том или ином чемпионе. Нельзя просто взять и играть на нем. Тут даже не линия виновата, не мета виновата. Иногда просто руки виноваты, и ничего с этим не поделать. Понимаете, насколько ограничен Флейм? Ну вот он сидит, зайдем на его аккаунт и увидим, там он сейчас 50 игр в этом году уже сыграл на Канаре. И ни одной игры не сыграл на Вуконге. Ну что он там сможет показать на Вуконге? Даршан просто с ним разберется из-за того, что он Гампланка играет. Ну и Флейм тоже, я думаю, Гампланка играет. Что в этом и есть проблема. За кем Лейтгейм? Ну в этой игре за ЦЛГ у них Зиллиан, у них Кагмаф, у них Гампланк. Флейквестам придется придумывать хороший 3-2 тимфайт. Постараются ЦЛГшники его избегать, а даже если они в него и попадут, у них неплохие есть шансы обменять игрока на игрока. А это будет только лишь Зиллиан, пассивка, и все будет хорошо у них впереди. Пострадал у нас здесь Даршан на топе. Даршан как-то сегодня расслабленно играет. Вчера он на Гампланке победил Лению, причем английские комментаторы это тоже подмечали. Он сыграл вроде тоже на Гампланке, если я не ошибаюсь. И вчера у нас команда ЦЛГ играла против Эхофаксов и победила их. Причем за неделю до этого Даршан сказал, что команда ЦЛГ готова сыграть с Эхофаксами и не собирается им проигрывать. И когда его спросили, а что ты будешь делать на топе, если тебя контрпикнут, он сказал, что я просто выиграю линию. И вот он как раз был вчера контрпикнут, и он взял и выиграл линию. То есть без каких-либо отговорок, что ой, я ошибся. То есть он действительно одержал победу. Ну а сегодня опять его контрпикнули, но пока идет у него не очень хорошо на этой линии. Кстати, Даршан как раз первый, кто показал нам зеленый Голдзер на Гампланке на топе. Корейцы его не брали, европейцы его не брали. Вчера вот как раз первая игра была ЦЛГ против Эхофаксов, и Гампланк от Даршана взял зеленый Голдзер, и сегодня мы уже увидели зеленый Голдзер еще у двух Гампланков. Не удивлю, что на следующей неделе корейцы будут с зелеными Голдзерами на Гампланке бегать на топе. Без сюрпризов и камбэков Америка сегодня идет, да? Ну вот это вот единственная равная игра, и тут хрен поймешь за кем ставить, но вроде по логике надо за ЦЛГ болеть и ставить на них, потому что они более мотивированы победами. То есть понимаете, флайквесты и так не привыкли побеждать, если так задуматься поисторически. Плюс у них тут замены все еще идут, помните, у них был Анда в лесу, теперь Шримп у них был, флайн и медиа теперь Кенни, они там все не могут определиться с составом, и, соответственно, и тренировок тоже у них, наверное, проходит тяжело все это. А вот ЦЛГшников с составом все понятно, им надо только было свою игру найти, но если верить как раз-таки Даршана, он сказал, что все у него зашибись. Ну, а Реновер в очередной раз показывает нам хороший заход в чужой лес, воровство, и он Кемп забирает себе. Реновера считает одним из самых лучших и early game jungler на этом чемпионате, ну, в Америке, по крайней мере. Ну, что ему там, и Свенскерин уступает, и Дардош уступает, кто там у нас еще есть, да? Все они уступают ему очень сильно. И вчера Хуни хвалил как раз-таки Даршана, ой, Даршана, Реновера, они вчера были вдвоем на интервью, и там было такое интересное интервью, кроссовер между этими двумя игроками, они же когда-то были вместе в одной команде, в двух даже командах, сначала в команде Фанатик, потом в команде Иммортал, а потом тот уехал, бросил своего брошку здесь, в Америке, а сам уехал в Корею, ну, и Реновер рад, что вице-чемпионом стал Хуни, ну, а Хуни говорил, что я особо не следил за, ну, за игрой, мол, Реновера, но знаю, что он плохо отыграл весь прошлый год, и приятно удивлен, что он в этом уже сплите такие результаты показывает. Ну, и дальше, да, Авелия задала там каверзный вопрос, сказала, что посоветует Хуни, ну, как игрок, который ездил на чемпионат мира, что он посоветует Реноверу, ну, и Хуни правильно, так сказать, поймал этот вопрос, поймал всю шутку эту и говорит, ну, советуйте не мне надо, а ему мне надо советовать, ведь я же проиграл игру. Ну, и тогда Реновер уже более красиво ответил и сказал, что, ну, советую тебя ничего не могу, могу только пожелать успехов, и будем чаще теперь зато дружить снова и встречаться. Такие дела, ребят. Так что у нас снова два разбитых сердца объединились, но, правда, не в одной команде. Кстати говоря, сам Реновер давал интервью перед чемпионатом, какой-то газетенке интернетовской, в которой сказал, что он сильно расстроился, когда узнал, что Хуни подписал контракт с другой командой. Ну, то есть, как бы сказать, он не то, чтобы хотел, чтобы Хуни подписал команду с ним, он просто хотел, чтобы они играли в одной команде, но когда Реновер подписывал контракт, Хуни еще не был уверен, что будет в Америке точно. То есть Хуни никто тогда не дал предложений, Реновер подписал свой контракт, и после этого, где-то через неделю, у Хуни тоже появился контракт. И вот он расстроился, что, ну, так поздно Хуни узнал, в какую команду попадет. Если бы он узнал, попытался, наверное, Реновер бы туда тоже попасть. И они бы вместе могли бы тогда играть. Было бы совершенно по-другому все. Представьте, Реновер был бы не в CLG, сюда бы как раз попал тот же самый Дардош, возможно. Хотя Дардош, наверное, по характеру сюда бы не смог залететь. На команду, тем Ликвид состояла бы как раз из этих монстров. А они ведь реально одно из самых сильных дуо. Топ-лейм плюс джангл были за всю историю. Ну, то есть даже если вспоминать там команду СКТ, или там Рокстайгерсов, вот, наверное, Рокстайгерсы могут только с ними сравниться, 2016 года, у которых тоже была сильная комбинация. Топеры и джанглеры. Так вот, взять команду СКТ, у них никогда не было двойной комбинации. У них либо один тащил, либо второй только лишь. А чтобы вот они оба были настолько хороши. Ну, чаще, конечно, комбинации из двух игроков — это бот-лейм. Флейм очень плохо здесь сыграл, дал ужаснейшую ульту, и ол-ин так себе у него получился. Мы часто видим этот с вами ол-ин на как раз вот девятой-десятой минуте происходящей. Это идея, чтобы снять, я уже объяснял вам много раз, ребят, идея, чтобы снять у Ганпланка ульту, чтобы вы могли что-то организовывать дальше на карте, а у Ганпланка не было ульты. Но здесь ничего не вышло, и поэтому теперь Даршан обладает как раз ультой-потенциалом. Ну, а флейквесты пока очень сильно проигрывают. По золоту обратите внимание. Не верю я в Зиллиана. Ну, Зиллиан берется не для того, чтобы победить линию, и у нас пауза. Подождем. Зиллиан берется не для того, чтобы победить линию, а чтобы спасти конкретно игрока какого-то и давать ускорение для Кагмава. Кагмав под ускорением и Орден Цензором он просто неубиваемый. Этот Зиллиан, скорее всего, соберет Орден Цензор, Кагмав будет получать от него Ешку, соответственно, будет прокать щиток. Там же, я не посмотрел, он с... Это же играет, да? С пушинкой? Если он не с пушинкой, тогда, конечно, вопросительно, зачем он был взят. А так, Зиллиан в Европе не брался ни разу, в Америке это уже третий Зиллиан. Первого Зиллиана взял Дженсен в игре против команды ЦЛГ и победили команда Клауд Найн. Как раз Хухи проиграл. В следующей игре уже Хухи взял его против Маль Захара и проиграл. И сейчас Хухи снова взял Зиллиана. То есть, видишь, хочет реабилитироваться. Хухи, а у нас проблемы у флай-квестов. Вы с КТ ЛЕС под мидеры? Ну да, да, да. Я хотел сказать, что если с КТшники играли, то они чаще всего как раз через мидера все это выстраивали, поэтому им нужна была не комбинация топпер-джанглера, а именно комбинация джанглер-мидер либо топпер-мидер. Вот как-то так, а джанглер просто помощник. Тут такое есть, да. А вот чтобы прям в каждой игре жесткая доминация шла вот оттуда, такое только имморталсы и фанатики показывали. Как раз это были одни и те же игроки. Ну и команда Рокстайгерс такое показывала. Но, к сожалению, это не сработало против команды СКТ в финале Чемпионата мира, потому что тогда появилась МФка. МФка Саппорт, которая уничтожила Бот Лейн, команда Рокстайгерс, и баны потом начались, и все направленные баны пошли именно не в ту сторону. И получилось так, что если вы раньше могли взять контрпик на топе за счет банов и за счет вот этих вот тем и задоминировать Рокстайгерс, и не смогли в финале это организовать, хотя финал был все равно один из лучших в истории. Помните, там 3-2, СКТ победили, камбэчные игры, то есть много чего было тогда. Баг Инвестигейшн, да-да-да, изучают муху. Там какой-то баг произошел, но самое смешное, в игре это вообще ничего не произошло. То есть обычно, знаете, баг, когда проводят расследование по багу, мы получаем с вами какой-то там тимфайт, где что-то зарешало, бла-бла. А здесь что они хотят проверять? Кто-то крипа не залазхитил, что ли? Из-за этого они паузу нажали. Английские комментаторы ничего про баг не сказали, они говорят, что идет расследование и потом нам скажут, что произошло. Ну пока просто они там историю про Реновера говорят. Что ты смотришь на нас? Вот уставился, да? Шримп это сидит, если что. Так-то да, эта игра для обеих команд очень важна, потому что обе идут 2-3 и так команда, которая выиграет по сути станет 3-3, а которая проиграет она будет ну логично 2-4, но самое главное, что вы как бы целые 3 позиции где-то поднимете. Так что, кто готов 500 на ЦСГ поставить? а что у тебя за такие ставки? бак заметили? Ну бак заметили флай-квесты, и я так понимаю, Шримп заметил этот баг. На ком он там играет? Ну на Сиджоне, да? Вроде у него не было никаких багов. Кухи что-то рассказывает, по игре ему вроде как рассказывать ничего нельзя, но он так яро информацию закидывает своей команде, и судя по всему, они уже играют или что-то происходит? Я просто видел, что делал с Тиксей, с Тиксей там так кликал, как будто что-то происходит. Он, наверное, в чат писал. Как там тот парень, что Чалика будет брать, заметить, продвигается? Да, давайте посмотрим. А у меня подготовлен он. Давайте посмотрим. 18 февраля он должен быть Чаликом. Хардстаг Даймонд 5, как я и говорил. Выше Даймонд 5 ему не продвинуться. Ну, в общем, судя по всему, мы три скина выиграем, ребят. Выиграем три скинца. У него, причем очень Хардстаг, видите. Раньше у него был положительный винрейт, сейчас даже отрицательный винрейт. ММР даже не соответствует тому, что есть. Я думаю, если мы сюда нажмем, нам скажут, что он должен ниже быть. Вот, он должен быть сейчас на платине 2 по ММР. Так примерно игра считает. Лига Легенд. А он в Даймонд 5 находится. То есть он скоро вылетит вообще из Даймонд 5. Скоро мы снова с ним встретимся в Солоку. Он будет опять у нас там играть. Опять мне будет рассказывать про хладные истории, про то, какой он крутой, и что он из Мастер Элла. не будет скейнцов, он просто сольется. Ну, не будет, так не будет, что поделать. Но уже можно точно сказать, что он не возьмет Мастера. Он и Даймонд 1-то не возьмет. Какой там Мастер. Но парень так яро тогда это высказал. Ну, кто не помнит, там ситуация была в Солоку, обычная игра, я был на Казиксе, он был на Толоне, у нас были фидеры, просто везде фидеры, и мы с ним вдвоем пытались сделать киллы, и у нас получалось. Мы держали нашу команду на плаву. Потом произошел тимфайт один, мы разменялись вровень, побэкались, и после возвращения бэка меня поймали где-то вне позиции. Меня убили, и оппоненты забрали на Шор, и в итоге потом закончили игру. Но мы все равно проигрывали, проигрывали, не из-за этого. То есть, как бы, ну, проиграли бы позже, какая разница. И самое смешное, вместо того, чтобы, ну, там, не знаю, хонорить, не хонорить, ну, как хочешь, можешь не хонорить, но вместо того, чтобы просто признать, что мы проиграли, потому что у нас бутлайн там 20 смертей отдали, топ лейнер там 0.9, он берет и на меня все сваливает, и начинает гнать, и просто в общий чат пишет репорт Казикс Интинг и так далее. И так, чего? Спрашиваю у него, ты что, охренел, чувак? И он начинает мне говорить, ты, мол, кусок говна, играть не умеешь, да из-за таких, как ты, я и типа застрял здесь, бла-бла-бла. И я ему говорю, ты-то сам в моем же Элла находишься, что ты тут рот открываешь, мол. И он тогда начинает говорить, что он мастер Элла, и он мастера возьмет уже там через неделю, через две даже, он, по-моему, сказал через две недели, он вернется в свой мастер, а я здесь такая останусь, хардстаг. Ну, и я тогда предложил чатику спор, что он точно никогда не возьмет этого мастера, но потом я такой, понятное дело, пошел в обратку, сказал, ну, не никогда, и дал ему полтора месяца, этому парню, 18 февраля, типа, дата заканчивается, тогда было, по-моему, восьмое число, та игра была восьмого числа, вот я до 18 февраля дал ему возможность взять мастера и предложил чатику сыграть на ставке против меня. Они могут выиграть скинцы, стоимость там 1350, не ниже, вот, типа того, или 1350, не выше, ну, короче, 1350 пусть будет такая, это число я точно запомнил, потому что я цену знаю только такую из-за скинцы. Ну, и с чатика там три человека приняли все же ставку. Но тип был жесткий, да, да, жесткий, но просто я не понимал вот этот момент в игре, ну, где очевидно, что то, что меня поймали на 35-й минуте, это не так сильно решает игру, как то, что у нас три игрока явные фидорасы, а он на меня все с этого свалил. Я думал, ты с ним поспорил, ну, я бы с ним поспорил, но, к сожалению, он слился. Считайте, я с ним поспорил только через чатик. Чатик будет его представителями. А вдруг он буст возьмет? Может быть, может быть. Тут комментатор там все рассказывает, что Гнар должен был запушивать Гангпланка, его надо было затовердайвить, бла-бла-бла. Но это сегодня очень интересно, меня интересует, что там произошло. Поспорил в уме. Да нет, не в уме, на самом деле, поспорили на стриме. Все четко. С кем спор с тремя пользователями? Я их ники не помню, но я их всех добавил в админы себе и смогу потом найти их легко, потому что я всем им админки дал. Что за ленточки у комментаторов? Сегодня всемирный день борьбы с Раком и Рита Легенд поддерживает эту акцию. Да, это последняя игра, но что-то ничего не происходит. Это так, просто, ребят, понимаете, это же не спор, от которого жизнь зависит. Просто добавить немножко этого интереса. Я по движениям на карте, то есть я еще тогда статистику не посмотрел, когда принимал спор, объявлял спор. Дело в том, что я по игре видел, что это не мастер Элла. Это стандартный чувак моего Элла. Мы вдвоем тащили дайм, не получилось в итоге. Тяжело. Если бы у нас была более сильная команда, мы бы выиграли. Мы тогда были в плот 2, плот 1, я даже не помню. А он там так заикнулся, как будто он реально как бокс играл, там типа 25-1 и все остальные были среднячки, а я вообще фидил. И он там такие вещи начал писать. Я просто был в шоке. Рак из-за неправильного питания. Смотрю, у нас там медики в группе поддержки. Видимо, люди в старые времена все правильно питались. Сейчас неправильно. Ладно, ладно, ладно. Сейчас начнется тема, где мы просто химию едим и так далее. Пластмассу все едим, ребят, ничего не сделать. Игра все, что ли? Да игра-то не все. У нас там пауза из-за бага какого-то, причем какого бага мы не знаем. Единственный момент, который произошел перед этим багом, Зиллиан дал двойную комбу, не попал с Таном и потом Бутлейн нажал паузу. Но Бутлейн, я вообще не представляю, что там за баг мог произойти между вот этими чемпионами. Представьте. Паузу нажал, я так понял, Браун, вот этот парень. То есть какой баг мог произойти между вот этими игроками. Единственное, вот Зиллианом может какой-то баг, то есть его бомбочка как-то криво положилась. Я не знаю. Потом долго ходили именно к Сиджуане, у нее что-то там брали, ну, видимо, игру скачивали, ее данные. Ну а сейчас я просто пытаюсь подслушать английских комментаторов, что они там про баг будут говорить, если появится информация. Ну, они про игры, просто говорят, которые прошли сейчас. Я сейчас усну. Ну, че там с ними? Ну, причем, я уже говорил вам, когда этот баг произошел, ну, этот, в кавычках, я не знаю даже какой. То есть, этот, это я так просто говорю, что баг, который пауза, он предварил. Просто, там ничего не произошло в игре, че произошло-то, почему? Так, все, давайте слушать, че произошло. А что было-то? Я понял, походу, что произошло. там вард не выбивался. Они что-то про вард сказали, который, он сказал, что, надеюсь, в этот раз он выбьется. Там был поставлен вард 10-18 кем-то из команды FlyQuest. Они поставили вард и выбить не смогли другой вард у команды CLG. Они на это забили и проиграли еще 3 минуты. Ну, ждали, что просто вард сам по себе пропадет, а он не пропал, и он так там и остался стоять. В итоге FlyQuest нажали паузу в 14 минут и сказали, здесь вард не выбивается. Так что вард где-то там в лесу у FlyQuest стоял, там надо в повторе уже самим смотреть. Нас перемотали на 4 минуты назад, как раз вот когда тот вард был поставлен, который не выбивался. Ну, это если я правильно понял. Просто я не все внимательно слушал до этого. Это надо будет более подробно потом посмотреть. Ну, и нарядите, прочитаю, завтра вам обязательно расскажу. или в следующий раз, когда эта тема поднимется. Лол! Стиксей просто забирает себе дракона. У нас нет ФБ, вы видите, 0-0 счет, но дракон уходит за командой CLG. Подкидывание дает здесь Biofrost, но так просто немножко размять ножки, правда, на него жестко уже потратил стан свою ульту, в Biofrost тут же в ответ дает свою ульту и все нормально. А так Вечный Вард, у меня такого не было в игре, чтобы Вечный Вард просто стоял и который выбить нельзя. Шримп тратит просветочку, заходит чужой лес, Реновер здесь, у Реновера нет Смайта и Шримп тоже нет Смайта, но он здесь не один, он вместе с Кенни Реновер в наглую идет, он не знал, что Кенни еще туда подошел, чуть было не умер, кстати говоря, они могли его убить, я не знаю, почему Шримп не дал ульту, почему Кенни не дал ульту, два игрока просто килл решили не забирать, но да. Ну а нам показывают еще раз повтор, как Стиксея сейчас своей ультой, одним стаком, я так понимаю, да? Да, 178 урона, 179 урона у Стиксея у ульты было, а там 68 Смайта ХП осталось у Дракона, ну короче, ужасно. Шримп отыграл, да и сейчас килл они не забрали, то есть Шримп по очереди сначала отдал Дракона, а потом еще и килл не забрал на Джарване. Вы видели, как мало ХП было у Джарвана, спокойно даешь ульту вплотную в него, тут же Ариана дает по нему стяжку, никуда Джарван вообще выпрыгнуть бы не смог. Чего они испугались, я не знаю. Зато в чужой лес сейчас Шримп зашел, Реновер дает подкидывание по нему, проигрывает Смайт войну Реноверну, Шримп ее выигрывает, но Шримп вынужден будет зажать сейчас Джоню, у него есть ульта, есть флэш, стяжка будет от Арианы, нет, Ариана вот сейчас может ее дать, но Реновер уже отфлэшивается и погибает у нас Шримп, стяжка идет Арианы, но слишком поздно, станд жив, уходит в Джоню сразу несколько игроков команды ЦЛГ, спасает у нас Джарвана Резуректом, это хухи, Реновер, комба скоро откатится, бомбочка, 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 Флейм его станет, Флейм раздамаживает, но догнать дальше не может, подходит корова с другой стороны, тем временем Тортл впрыгивает во всех, а там корова, много урона наносит, Даршан уходит в Джоньку свою, не вылезает из нее, умирает, а Байф Росту урона не хватило, с комбы убить Киня, 1-1, тем временем Стиксей свободно забирает вышку в соло, гораздо эффективнее прошли эти 4 минуты, нежели прошлый раз, прошлый раз примерно в это время была пауза нажата по игре, так напоминаю, что у Риотов есть сейчас возможность перематывать время назад в игре и возвращаться в ту точку, где тот или иной баг произошел, да, Зиллиан, видите, двойной стан дал, стяжка вроде хороша, но вот этот вот стан от Флейма не так уж и много урона нанес, и потом Хухи, я не знаю, как он там выцелил Джарвана, но он смог его спасти, это все целый Говин, да нет, тут еще далеко до победы, видели, как неудобно, шел весь этот тимфайт, и Алистар там потратил флэш с комбинацией, но был хил у Арианы, ну и Даршан умер, ой, Даршан оговорился, Хухи умер, не, подождите, все верно, Даршан умер, а не Хухи, а почему я думал, что Хухи там умер, не Зиллиан, да, там Гамплан как раз погиб, у него надо, одна смерть, все верно, ну а так, матч в самом разгаре, конечно же, целый Гэшникам полегче, играться будет дальше, сейчас начинается мидгейм, в мидгейме очень хороший Джарван, и очень хороший Алистар, и также, конечно же, Зиллиан, плюс мы с вами видели эту интересную статистику в Соло-Ку сегодня, я вам ее показывал, что Гампланк один из самых сильных чемпионов на топе в этой стадии игры, почему-то, но это в Соло-Ку, опять же, и Кагмаф тоже, но я не могу признать, что Кагмаф плох в лейтгейме до сих пор, как я не могу признать, что Гампланк плох в лейтгейме, вот какой-то перекос идет у нас по пауэрспайкам, хорошее подкидывание, Тауэрдайв минус Браум, ну вот теперь, теперь уже все попроще будет для команды ЦЛГ, они убили Дисенгейджера, Байфрот здесь страдает, на него хил кидает, и шикарная ульта от Шримпа, он ей попадает, полагает Флэйм, пытается прописать стан, не получается, все же достает Шримп до игроков, там приходит сюда Зиллиан, спасает игрока, но за это будет килл в килл, Даршан, стяжечка, но умирает у нас два игрока от команды Флэйквест, и третий игрок, также обречен, не дала Ариану достаточного урона, теперь, видите, уже сражение было командой ЦЛГ, впятером против Флэйквеста в четырех, где Адекири на бутлейне продолжал сплитпушить, в дабллифте играл сначала Стиксей, теперь Тортл играет в дабллифте, да, было-было дело такое, ЦЛГшники брали Зиллиана, Стиксей на Кейтлин слишком близко подошел, и его несколько раз ловили, там не в одном моменте, там было три или четыре таких момента за игру, так что у него бывает такое сейчас, что зайдет, и Стиксей, кстати, в этой игре также сыграл агрессивно, через Флэш, сейчас вы увидите, он бил вышку, потом забьет на это все, и сделает Флэш вперед, в какой-то момент, сейчас вы увидите, повторе, и нанесет тонну урона, от Ариановской ульты, вот она, Флэш от Хухи, чтобы спасти игрока, стан по двум игрокам, и сейчас Кейни дает бах, Стиксей Флэш вперед делает килл, возвращается назад в кустике, и из кустов убивает Кейни, я не посмотрел, с Пушинкой там играет, да? С Пушинкой, ну все, да, вот теперь я с тобой согласен, что скорее всего победит команда ЦЛГ, Пушинка от Зиллиана, или подожди, это не Пушинка, у меня здесь просто чатик перекрывает, Майбайта, ребята, это не Пушинка, это книжка, эх, тогда еще ладно, просто если бы он играл с Пушинкой, Зиллиан, он бы мог взять сейчас следующим предметом, Орден Цензор, получил бы себе максимальный кд, и просто тупо баффал бы с Тиксейей всю игру, ему бы там 200 фарма, с лихой хватило на весь матч, а там не Пушинка, там книжка, это Майбайта, просто чатик меня чуть-чуть перекрывает, я уже говорил, сам универспелы иногда плохо вижу у этих трех чемпионов, ну, мидера, адекерри и саппорта, но теперь хорошо вижу, после надписи книга, все идеально теперь видно, ну, вы знаете, там чатик так лежит, его просто некуда поставить, я бы его положил в другое место, но там еще хуже будет, это единственное, по сути, место в игре, которое не особо важное, английские комментаторы рассказывают как раз про Зилиана и Орлигейм Прэшер, про мидгейм, точнее, даже Прэшер, потому что у Зилиана идет очень хорошие скейлы на его кушке, и Максица именно этот спелл, все остальные его спеллы не особо хороши, и Максица дальше W, а не Ешка, потому что на Ешке есть замедление, но, ну, и ускорение, но там скейлы процентные, и процент не добавляет тебе урона, а добавляет только скорость передвижения, либо скорость замедления по врагам, это не очень хорошо заходит, вообще эти показатели можно даже было бы убрать, и какие-нибудь флатовые добавить просто, а вот W, которая откатывается чаще, позволяет Зилиану как раз пользоваться чаще своими бомбочками, и наносить больше урона, поэтому вот он сейчас в этой игре имеет колоссальный пауэрспайк, как вариант второй монитор взять, ребят, у меня есть второй монитор, он там лежит, я его не распаковал даже, ну, как не распаковал, я распаковал вот этот монитор, а тот это мой первый монитор, он у меня там лежит, просто, чтобы это сделать, нужно второй провод, нужно подключить все это, нужно все это настраивать, вы хоть понимаете, что это лень, такие дела, а так есть второй монитор, все нормально, да и особо я не парюсь по этому поводу, что он мне там перекрывает, он здесь пошел по флайквестам, а Рейновер в нагло просто дал ульту, и все повыфлешивались из этой демасийской, демасийского катаклизма, чтобы там не оставаться, разве кабель не продается вместе с монитором, нет, не продается, но там же другой провод, там нужен провод для соединения с одним и тем же компом, там нужен объединитель, такой специальный, потому что если я буду вешать его отдельно, то я буду перенапрягать свою видеокарту, а если я его просто объединю с этим же монитором, то видеокарта не будет напряжена так сильно, я эту тему изучал, только другое дело, то что одно дело изучить и сделать, мог забайтить на второй моник, только я уже байтил, ты просто здесь недавно сидишь, но я еще в 2016 году собирал деньги на второй моник, ну на самом деле я на первый моник, вот этот, который сейчас собирал деньги, его я купил, и чатику показывал, и все нормально, все довольны, вот этот монитор, который он куплен на деньги чатика, а тот монитор, он у меня был до этого, и он просто у меня есть, но он запылился, он возможно уже не работает, уже два года там лежит так, можно еще раз, да, начинать собирать, единственный вариант, может те люди уже забыли, что они скидывались на монитор, да еще здесь неудобно, ребят, у меня все так идеально здесь расставлено, он же большой, он громоздкий, это же не монитор 0 дюймов, там тоже 21, это 23, а тут 21, то есть он реально громоздкий, у меня здесь нет места для него, это тоже влияет, такие дела, тем более еще раз говорю, что никаких проблем нет здесь, все нормально, все довольны вроде, чатик не плакает, что периодически ОБС мой видит, 5-2, у нас счет пошла гампэ ута, чтобы просто отзонить флайквестов, хотели они сделать фланг, какую-то инициацию, но флайквесты пошли как раз под свою вышку, они пробежали вперед, поэтому ничего не было, 27 били, ну да, вот это интересный врыв, напоминаю, что не было ульты, точнее не было флэшей у команды флайквест, и стиксейс флэша добивает одного игрока, пытается добить шримпа, добивает его вместе с реновером, и команда CLG забирает себе безответных 2 килла, нет, все же 1 ответный килл сделал, а Тортл, до которого не добрался, Даршан нормально, Тортл хорошее позиционирование занял, и поэтому смог отбиться, а так почти эйс здесь намечался, Ариана дала стяжку, кстати говоря, по стиксею, но так как у него есть QSS и есть уже Витцент, магического урона ей тупо не хватило, давайте посмотрим повтор, не было флэша, у этих двух игроков в них ворвались, но Ариана дает стяжку, но видите, как мало урона по стиксей и хухе зашло, и вот здесь вот Тортл почти убил Байфроста, Даршан дал по нему бочку, но подойти не мог из-за флейма, и вот как-то так все и ушло на покой, но на стол-то донаты прикручивали, кстати стол, да, я искал, сейчас объясню какой стол, в иннете я нашел, компьютерный стол, у которого есть, это как называется, не две стадии, а две функции, ты можешь его использовать для сидячей работы и для стоячей, то есть его можно поднять, и вот такой бы стол я хотел, потому что иногда реально сидеть запаривает, и хочется походить, даже на некоторые матчи, я бы с удовольствием стоя покомментировал, ну понятное дело, там играть в фильмы, смотреть, ты сидишь там на диванчике, ну и когда играешь, ты сидишь там в кресле, закомпован, это все понятно, но вот некоторые матчи комментирования, спокойно можно было бы стоя, так вот он в тех местах, где я нашел этот стол, у нас их нет в Латвии, в общем, такие дела, но он есть в Эстонии, есть в Швеции, в Германии, в Польше, в Польше дешевле всего стоит, там все на польском было, я не особо понял, что там по доставке, ну и стоит он, не дешево, на самом деле, сто семьдесят евро, столяру закажи, ну там же механика, столяру, ты деревянная обычно заказываешь, а там-то механика, ну так я понял, ну и скорее всего, заказные работы тоже не будут стоить, там сто семьдесят, там тоже под двести получится, то есть то на то и получится, что я просто его закажу с доставкой из Польши, там за пятьдесят евро, допустим, стол из Польши привезут мне, там будет двести двадцать, а закажу у них, там двести тоже будет, такие дела, и у меня кресло это начинает уже, ну как-никак, два с половиной года, оно уже прошло с тех пор, тоже начинает подламываться немного уже, так что надо бы его тоже менять, я вот все думаю, все читаю, не могу въехать, понимаете, вот эти вот все описания, которые есть в интернете про кресла, вот компьютерные, они, они дурацкие, то есть как бы, реально мне кажется, что даже если я возьму суперское кресло, за которыми они сидят, я не помню, как они называются, эти кресла, они там специализированы, вот за которыми эти игроки сейчас сидят, или стримеры многие, профессиональные, мне просто кажется, что они тоже сломаются, ну как сломаются, то есть перестанут быть такими же функционированными через два уже года, так какой смысл мне тратить 600 евро на кресло, которое через два года, по сути, ну бесполезное уже будет, тоже будет где-то прогибаться, тоже уже где-то просядет, из-за того, что сидячая работа, здесь гп ульта просто отзонила всех, зря он ультанул на самом деле, можно было нормально повоевать, так что проще покупать за 70 евро, там обычный кожаный стул, и все, да-да, DX Racer, да-да, DX Racer, вот так вот они называются, я смотрел, они там от 400 до 1000 евро стоят, вот такие цены, можно за 400, можно за 1000 найти, они там за спиной следят, на них лежать, можно, короче, много всяких плюсов, но ты понимаешь, что механизм, вот чем больше механизма на нем, тем быстрее он сломается, вот как выглядит это, и конечно же надо в реальности посидеть, и опять же в Латвии этого нет, то есть это можно только заказать из Германии, кстати, той же самой Польши, Швеции, в Прибалтике вообще их нет, у них только можно заказывать, такие дела, ребят, так что если я буду, наверное, брать следующий стул, то возьму, ну, за те же там 7, ха-ха, скорость передвижения сбили, Боя Фросту, долетела автоатака от Вайл Тортла, а в Латвии язык, какой у вас разговорный, латышский, ну, разговорный у нас и латышский, и русский, и литовский, и эстонский, и английский, и немецкий, там, и так далее, но с много разных национальностей живет, а государственный латышский? там Жуксон аналог Дерейсер купил в 3 раза дешевле, аналог, ну, надо узнать, когда он купил, я ему тогда напишу, вроде он нормально ко мне относился, поэтому можно будет у него спросить, как ему кажется, крепкий стул или нет, ну, то есть, этот вот чувствуется, что уже, ну, подразваливается так немножко, ну, то есть, еще где-то полгодика, год, и можно будет его спокойно выбрасывать, и покупать новый, ну, это нормальная тема, на самом деле, 3 года, учитывая, как я их использую, нормально, хороший врыв здесь идет, Байо Фроста с фланга, он цепляется за трех игроков, стержечка Арианы, также шикарная по трем игрокам, после этого Шрим накидывает свою ульту, но все бы, ничего, да вот Стиксей, ребят, все еще жив, и он готов убивать всех игроков, под Зеленцевской ультой, его добивает Флейм, и Стиксей остается с фулл хп в живых, команде Флайквест, тупо не хватает урона, вроде бы все сделали верно, но не хватает им демеджа, чтобы пробить команду ЦЛГ, а не хватает именно из-за того, что у них пока нет еще предметов, когда появятся предметы, это уже будет на Шору команда ЦЛГ, и тогда они не смогут по другой причине сражаться, более того, там Шрим чуть было не умер, один на один сейчас от Даршана, в этот момент ЦЛГшники забирают на Шора, там, видите, Стиксей вместе с Реновером это делает, да, там еще Рейсеры, тоже его продавали в своей фирме, там тоже с доставкой можно это все сделать, фигня под поясницу, да, все это есть, я все это тоже прочитал, ребят, но, просто меня пугает, что сам стул, все равно, мне кажется, продержится не больше двух лет, а деньги реально уйдут туда, то есть за такие деньги я могу 10 стульев себе купить, таких же, вот как вот этот мой, вот этот мой стоит сейчас, в магазине я смотрел, 115, а когда я его брал, он 170 стоил, но я тогда его тоже по скидке взял за 120, обычный, как он называется, не кресло для компьютера, он как-то там есть специальное название, но без фирмы, без бренда, то есть, я не говорю, что я переплачиваю за бренд, нет, ни в коем случае, понятное дело, что там качество, но, учитывая, как я им пользуюсь, он вряд ли продержится те же, дольше, чем там два года, да даже если пять лет продержит, все равно как-то глупо получается, 120 чего, евро, 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 конечно же, да, офисное кресло, да, вот правильно, правильно, парень, подметил, офисное кресло для совещания, но я могу показать, вы знаете сейчас, как мой выглядит, я потому что знаю, наизуешь, Даршана здесь ловит, но он сейчас убьет двоих игроков, еще почти убивает двух игроков, не достать до них, и нечем даже туда прибежать, быстренько довольно, Тортл забежал, но, как видите, еще парочку таких вот, предметов, он только что доделал себе один предмет, и последний у него осталось, и флайквесты не смогут вообще его никак убивать, но у флайквестов ситуация не самая благоприятная в этом матче, их просто засноуболили, пару очень важных тимфайтов они проиграли, сейчас на шор бафом команда CLG, может быть даже если и не сможет открыть ингибитор, то заберет себе Элдер Дрейка, через как раз, вроде, две минуты он появится, Добрый уток, где-то видел, чтобы сейчас что-то жило больше 3-4 лет, ну, есть некоторые вещи, но вот об этом речь, тогда точно нет смысла переплачивать, и там, брать стул за 400, даже, даже если минимальную цену взять, на DC Racer вот этот, за 400 взять, и то невыгодно получается, я могу три таких стула взять себе, а то и четыре, ну, так есть, есть, ну, например, стол вот, который компьютерный у меня здесь, это вообще, из Юзка купленный, ну, это ваша Икея, у нас просто есть, ух, ну, вторая попытка, помните, я говорил, что второй раз это не пройдет, но это прошло, потому что это нечестно, уже три игрока сюда притащили, Реновер делает ол-ин, а Реновер будет ли давать ульту по трем игрокам, но надо, конечно же, зацеплять эту троицу, Реновер, правда, застревает в стане, после этого переключается на Браму, убивает его, у Реновера комбинация откатилась, но он впрыгивает, пока побаивается, именно таких, как у меня, да, вот как у меня сейчас, именно таких, как у меня, действительно, могу четыре купить, за ту же цену, ну, просто я последний раз смотрел, цена была 115, ну, вот, считайте, 450, 470 евро будет, ну, минус Ариана, шикарная инициация от Баяфроста, есть Иксей, просто в наглую сбивает Флейма, в этот момент там 300, но с другой стороны подошла, побила немножко Хухи, Хухи нажал на себя ульту, и остался в живых, к сожалению, для него, но вышка падает, следовательно, упадет ингибитор, вот Хухи хочет остаться в тимфайте, и побаивается подходить, потому что одной автоатаке Тортла, хватит, чтобы его убить, но Тортлу не хватит за то урона, чтобы убить Сиксей, две бомбочки промахиваются, Сиксей прожимает, Клиц прожимает хил, Хухи нажимает хил свой уже, то есть ускорялочку, Сиксей ловит, две бомбочки летят, но мимо, Сиксей убивает, но у Хухи откатилась ульта, надо спасать его, его можно было спасти, вы чего? Ну ладно, испугались слгашники, мне кажется, они могли здесь воевать, у них было три подкидывания, и ульта, ой, не ульта, это комбинация бомбочек, Хухи, может я реалист, но когда я свой покупал за 450, я понимал, что я даю месячную зарплату, но я понимал, что он проживет не больше двух лет, ну вот я, а я так не хочу, то есть я это тоже понимаю, я тоже реалист, и поэтому я так не хочу, то есть как бы, в этом смысле у меня жаба душит, потому что какой смысл покупать вещь, которая, ну, там, на копеечку прилично будет, и типа, затратам, но при этом, качество не особо будет намного круче, но он скорее всего 450 хотел написать, не за 45 же он брал, купи кресло кожаное, а не на колесиках, а именно кресло, за ним неудобно сидеть за столом компьютерно, так вот, да, про стол хотел сказать, вот этот стол, который у меня, он из Юска, этот там, типа Икея компания у нас здесь в Латвии, она вроде эстонская, либо литовская, не помню, какой компания, какому стране она принадлежит, но суть, что она как Икея, и вот как раз, этот стол уже 7 лет у меня держится, вообще ничего с ним не происходит, вы даже не представляете, сколько мышек я бы него сломал, сколько раз я его ударил, когда в покер играл, а он все еще жив, нормально все, за это время, вот, три стула уже поменялось, так подумать, три стула, 7 или 8 мышек, три или четыре клавиатуры, а вы говорите, что нет вещей, которые долговечны, вот, долговечный, он, кстати, просто железный, и доска сверху, все, больше ничего нет у него, он такой письменный считается, просто письменный, как, знаете, школьный стол, вот он чем-то похож на школьный стол, если так задуматься, но без всяких вот этих бесполезных ячейк, которые нахер никому не нужны, чтобы пыль только собирать, никаких ячейк нет, четыре ножки, столешница, дырка для проводов, и все, ну, чтобы сверху компьютер можно было поставить, монитор в смысле, пластмассовые стулья, кстати, недолговечные, я помню, мы другу в магазине, он тоже, тогда со стульями была проблема, после переезда, так, давайте файт посмотрим, я тогда простудил, у, какой шикарный комбой, отбай фроста, но хухи промахивается своей комбой, стиксей очень сильно надамажили, не дали ему пострелять, он делает флеш, но попадает в ульту Арианы, хорошая от Реновера пошла ульта, и стиксей, теперь-то уж разберется, со всей командой, флайквеста, знаете, вот смотришь на этот каждый тимфайт, и ты понимаешь, что чуть-чуть не хватает флайквеста, но им не хватает какого-то одного, другого чемпиона, пытается у нас Тортл добраться и сделать киллы, но никого убить не смог, и просто отступает, у Тортла как будто нет урона, он обошел целый круг в этом тимфайте, кто не знает, он начал отсюда битву, и вот такой вот круг обошел, и вернулся, в эту же точку, но так никого убить и не смог, подоконники почти год играл, лень стол было покупать, у меня такой был в детстве, первый мой компьютер, а, да, у него Ласт Вистера нет, поэтому он не наносит урона Тортл все еще, Ласт Вистера у него появится, станет попроще команде флайквест, хоть какой-то урон они будут тогда наносить, так вот, я вернусь к мысли тогда, расскажу уж про хладные истории, у меня кладовка была в старой квартире, и компьютер там находился, и так как кладовка была узкая, ну, она, сколько, наверное, метр шириной, отец мне смастерил стол, он просто доску, так можно сказать, поставил на ножки, а ножки были не воздушные, ну, то есть они, то есть воздушные были ножки, они были прикреплены просто, по сути, к стенке с двух сторон, а столешница, она просто была, ну, так положена сверху, как крышка, и вот на этой крышке я сидел, играл за компом Варкрафт, в кладовке в этой. Гнар, нашел момент, когда влетать, когда уже вся команда умерла, да. Такие дела, ребят. Ну, а что касается долговечности, вроде больше ничего такого супердолговечного у меня не было. Ну, вот как этот стол. Я все жду, когда он развалится, но он чуть не хочет разваливаться. А, я еще про стулья говорил, да, про друга. Он на новую хату, когда переезжал, знаете, эти пластмассовые стулья с дырками, пляжные которые, он их купил, два стула, ну, чтобы за компом сидеть, и для жены там, чтобы она могла тоже за компом сидеть, и есть в этот момент, когда он за компом сидит. Типа того, два или три даже купили, я уж не помню, два или три, короче, не в количестве была, а в том, что они продержались два месяца. Серьезно, за ними, и они вообще считаются уличными, понимаете, они на улице должны находиться, но в домашних условиях они продержались два месяца. Оба сломались, ну, там, все сломались. Причем, они не толстые люди, то есть, не то, чтобы из-за того, что они сломали их своим весом, просто сами по себе стулья сломались из-за постоянного использования их. Так что эти пластмассовые, ну, они, правда, жутко дешевые были, они там, 7 евро, по-моему, один стул, один стул такой стоил. Если не меньше даже, я уже не помню. 13.6 у нас, минус ингибитор на топе, минус, извините, ингибитор на пути, минус ингибитор на меде, и команда FlyQuest совсем обреченно выглядит. Они ждут, когда появится урон у их три стана, потому что Ариана что-то в этой игре вообще ничего сделать не может. Сколько весила его жена. И она тоже худенькая, все нормально. Так что там. Если только они с Эксом не занимались на каждом из этих стульев, тогда да. Тогда я начинаю понимать, почему они вдруг сломались. Это забавно, конечно. Ну, казалось, что они как раз просто жутко неудобные и пластмассовые, и это хреново, да. Но я ожидал, что они вроде продержатся, но нет, в итоге ни один из этих стульев не продержатся. У одного ножка начала загибаться, у второго седло начало отваливаться, у третьего спинка, короче, там все, что только можно. Ну что, три супер-тележки помогает команде ЦЛГ ломать в вышку последнюю у команды Флайквест. Какие-то долгие сегодня у нас игры образовались, но все команды хотят победить. Гампланк вместе с командой Тусит не уходит на сплитпуш, потому что он знает, что с ним делать на сплитпушах. Тристана приходит и ломает эмулиться, но надо добить ингибитора. До ингибитора пока не получается добраться. Все еще есть Элдер Дрейк баф. Закончился только что Элдер Дрейк баф у команды ЦЛГ. Также закончился и на шорбов. И без него они теперь остались и неужели они не смогут подняться наверх. В станте много урона пошел на Систик Сей. Свой W он поражал, чтобы побить немножко браума, но этого хватило, чтобы сломать ингибитор. Воспользовались они тем, что ингибитор снизу, видите, убитые подпушили. А нужно 300 не менять уже ботинки, добавлять еще скорости атаки. Возможно Ботарк, чтобы больше урона было по ЦЛГшникам, ну а Стик Сей просто в наглую подходит и стреляет, потому что под зеленым он почти бессмертный. Ну себя так ощущает. Возможно и так. В рэф идет, Стик Сей прожимает много спеллов, но Стик Сей погибает под Жоней, можно сказать, Хухи. Хухи его спасает, Стик Сей снова живой. Очень битая осталась команда ЦЛГ, а Флайквест сделали небольшой камбэк, но здесь Даршан начинает бочками работать, впрыгивает Тортл, убивает Алистара, у него откатывается прыжок, он отпрыгивает назад, Стан пытается прописать по Стик Сей, но Стик Сей вместе с Гампланком разбираются такие с оставшимися игроками команды Флайквест. 16-7 вторую игру на этой неделе побеждают. Это интересно. Тут финальные автоатаки от Стик Сей, он опять поделено ультой. Интересно то, что у нас ярко начинает выделяться камбэкеры, это команда ТСМ и команда ЦЛГ, как раз те, которые должны быть в топе, они вот начинают вылезать. И теперь вопрос в этой гонке, хватит ли им очков, не им в смысле, а вот такой команде, как Эхо Фокс, команде Клауд Найн, команде Тим Ликвид, хватит ли им очков, заработанных уже заранее в начале сезона, потому что они начали сразу играть, чтобы оторваться достаточно далеко от ЦЛГ и ТСМ, потому что мест для всех в плей-оффе не будет. Слишком много команд, 10, попасть в плей-офф может только 6. ТСМ сейчас находится на 7-м месте, ЦЛГ сейчас находится на 6-м месте, но будет интересно. Тристана просто мертвый с тем Файт Короу фокусил, а потом еще прыгнула в него, чтобы добить. Но потом же он и отпрыгнул назад, но да, конечно, тяжеловато. Что, ребят, на сегодня все. и ,